Продолжаем разговор о городских проектах. Продолжаем разговор о городских стандартах. Говорим о дизайн-коде города. Кому, зачем он нужен, что это такое. С нами вместе в студии Татьяна Говорова, заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и администрации Кирова. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства Галереи Прогресса. Присоединился к нам Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров», член рабочей группы проекта «Киров меняется». Всем добрый день еще раз. Еще раз всем добрый день. Ты подошел, ты нас слушал и ты сказал, что очень хорошо отрабатывает МУП «Городская реклама». Вот Юлия Двойничникова с нами была в первом часе. Отрабатывает сообщение как раз сообщества «Красивый Киров» по поводу нарушений, да, по вывескам. Расскажи про это. Да, как раз у вас в первом часе была речь, что к ним в «Город рекламу» приходят фотографии и с вопросом законно-незаконной рекламы. Практически 100% этих обращений приходят через сервис «Красивый Киров» с предыдущим руководством «Городская реклама» пару лет назад где-то проработали вопрос, и там все обращения идут лично на почту руководителям. И они отрабатывают их 100%, то есть это у нас самый такой положительный пример работы нашего сервиса, потому что все 100% обращений остаются, в итоге или решаются, или приходит ответ. То есть отписок там никаких не бывает никогда, но очень часто именно доходят до демонтажа незаконных рекламных конструкций штендеры. И вот я у себя лично по своему маршруту, там дом-работа-работа-дом, убрал всю незаконную рекламу с помощью. А что касается вывесок, работа идет? Или их пока не касается никак? Там отправляется фотография и вопрос законности-незаконности конструкции. Там уже решаются... Законности-незаконности или соответствия стандартам или нет? Ну, соответственно, да, соответствия стандартам. Вот если нас слушают сейчас горожане, если у них возникают вопросы, они, может быть, давно мучаются тем, что висят какие-то вывески. Я, например, помню, что я как-то снимала квартиру на улице Московской, 17, а напротив был магазин, который продает технику. И у них была такая прямо реклама, вывеска, в ней реклама вывеска, она прямо пилила в окна светом таким страшным. Невозможно было спать. Вот я сейчас просто представила себе. Я, например, если имею такой вопрос, я могу через ваш сервис сообщить МОПу городской? Да, именно так. То есть фотографируйте, отправляйте, и уже исходя из ответа можете продолжить какие-то жалобы. Сервис называется Красивый Киров. Красивый Киров, ВКонтакте. И этот вопрос отрабатывается. Ну вот смотрите, я еще должна сказать, что нас слушает Максим Копылов. Он очень много пишет материалов про Киров, в том числе по благоустройству. И он прокомментировал то, что было сказано в нашем эфире в первом часе по поводу контроля в Москве за вывесками. Напоминаю, Аркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева, сказал, что там есть объединенная административно-техническая инспекция. Мы выяснили, что у нас в Кирове тоже она появилась и окончательно будет сформирована и уже работает в сентябре месяц. Мы их обязательно пригласим, расскажем про их работу, как они будут взаимодействовать, как они реагируют, как контроль будет осуществляться. Так вот, Максим пишет, Максим Копылов, порядок немного иной по поводу работы вот этой объединенной административно-технической инспекции. Сейчас демонтируются вывески, установленные с нарушениями без предупреждения. Там Аркен говорил, что одно предупреждение, потом второе, потом демонтаж. Максим говорит, что уже без предупреждения демонтируются эти вывески. Даже без решения суда? Я тебе ничего не могу сказать, я вот просто читаю, что говорит Максим. Связано это с тем, что предприниматели, часто получая такое предупреждение, снимали на время проверки эти вывески, а потом вывешивали обратно. Второе, говорит Максим, не всегда удается определить собственника вывески, вот как уже коллеги тут из администрации нам говорили. Соответственно, сложно направлять уведомления. Поэтому сейчас в Москве все жестко, судя по всему. Ну, потому что это Москва. Просто демонтируют. Просто демонтируют. Ну, без вздохов еще раз замечание в Урбане. Потому что это Москва, Казань, бюджет не тот. Мы все несчастные изгнием в этой яме. Не изгнием, но еще поживем. Все не так. Вот у нас ведомство это появилось, его не было вообще, даже не думали, что оно поется. Сейчас оно есть. Я так подозреваю, что ни в одном только городе Кирове и в Москве такие ведомства существуют. Но смотрите, давайте прокомментируем еще, что говорил РКН в первом часе. По упрощению процедуры согласования вывесок стало ясно. И согласовывать-то не надо. Надо только действовать по стандартам. И это у нас, Татьяна, то же самое, да, в Кирове сейчас? Да, да. В правилах благоустройства изложены цифры, какие должны быть вывески. Размеры, их методы крепления, сколько они занимают процентов от здания, от окна. Где должны быть расположены в зависимости от помещения, которое хотят указать в этой вывеске. Уточнено. В всякий случай, правила благоустройства внешнего, они есть в открытом доступе. Правила благоустройства города Кирова, утвержденные Кировской городской думе. Они есть в открытом доступе. Конечно. И причем публичное слушание по ним проходит перед тем, как утвердить в Думе. Да. Смотрите, еще о чем говорил Эркен. Он говорил про сохранение индивидуальности города. Он говорит, что да, стандарты нужно вводить. Да, вот Володя спрашиваю его, можно ли это там, да, транслировать на другие города, не такие большие. И он обращал внимание, что каждому городу все-таки нужно задуматься над своей индивидуальностью. И учитывать эту историю. И приводил как раз на московском урбанистическом форуме он примеры, фотографии показывал, как в европейских городах сохраняется, потому что есть улицы, где исторические вывески существовали. И современные вывески следуют этой традиции. Например, целая улица кованых вывесок. Когда, вот помните, как в старинных городах там сапог висел, часы висели и так далее. И это становится такой... Да, такой отсыл к исторической преднадлежности. Да, и прямо улица становится, верно, как арт-объект просто такой. Именно вывески привлекают туда людей. Вот что касается сохранения индивидуальности, я помню, Дима, вы тоже говорили об этом. Расскажи, пожалуйста, немножко. Про улицу Ленина очень много говорили. Дмитрий Шулеев... Происходящие события очень рады, и тенденции, которые, собственно, уже устоявшиеся в Кирове. Если в Нью-Йорке что-то происходит, в Москве через 10 лет, а если в Москве что-то происходит, то в регионах через 5 лет. В принципе, через 5 лет начало это реализовываться, проект. Потому что то, что сейчас обсуждаем здесь, это мы... Уже Иркен Акагаров приезжал на мероприятия «Дизайн выходные», которые мы делали... Это был 2013 год, и как раз мы разговаривали на эту тему. А в 2014 году по Совету Святому Рунного мы в 2013 году с Святым Рунным обозначили проблему, что улица Ленина нам очень дорога, потому что артисты, известные люди приезжают и говорят, что приберитесь хотя бы здесь, потому что этот мусор, который висит на стенах, он сильно уродует наше здание прекрасное. И по Совету Святому Рунного мы, проехавшись по улице Ленина, сказали, что попросить Иркена Акагарова дать рекомендации. Пусть местные дизайнеры и архитекторы нарисуют свое видение, а Рикен, чтобы дал, внес рекомендации, потому что это будет стоить дешевле гораздо. Я уверен на 100%, что мнение авторитетного специалиста, тем более уже с практическим опытом положительным, очень важно, потому что иначе мы можем не выдержать стилистику даже настоящего времени, не говоря уже о будущем. Потому что нужно все равно делать что-то с опережением, чтобы, когда этот проект будет реализован, чтобы он был актуален еще лет 10, лучше 20. То, что сейчас происходит, это очень радует, и не может это не радовать, потому что город очень сильно устал. Тут же Рикен Акагаров сделал заявление о том, что Вятка, похоже, он сравнил ее с Золотым кольцом. И он сказал, что так же, как и в Ярославле, никто не хочет заниматься разностилевыми вывесками. А это очень важно, потому что здания имеют разный год создания, и к тому же разные по стилю, и надо как-то это все очень увязывать в едином проекте. И Андрей, кстати, в общем, утверждение правильное сказал, что для бизнеса должны быть единые правила одинаковые. Андрей Березин, да. Это очень важная практика. Правила должны быть единые. Но он, кстати, еще оказал, Андрей Березин оказал на очень важный момент, что бизнес, не так или иначе, а он всегда готов, потому что вывески любые имеют особенность устаревать, просто стареть, там бледнеть, перегорать лампочки. И, в принципе, вот этот срок 2-3 года, о котором Рикен говорил, нормальный срок, чтобы действующему бизнесу с действующими вывесками можно было все менять в соответствии с правилами. Ну, главное срок не было, как в Таиланде с кафе уличными. То есть там приезжает экскаватор, начинает все сносить. Я думаю, что Вятка, Россия, это цивилизованная страна. И вот этот как бы срок, который поможет бизнесу, тем более в непростое время сегодня, перейти как бы в новый статус, ну, 3-5 лет. И технически это действительно Андрей сказал все правильно. 3 года, 5 лет в идеальном качестве живет вывеска. Дайте бизнесу срок, и он выйдет. Потому что когда мы как раз, я не знаю, Толя был или не был, мы устраивали как раз прогулку и пешком поведки, и были приглашены ассоциации молодых, прекрасных, талантливых дизайн-сообщества нашего города, с которыми можно взаимодействовать по этому вопросу, хотя бы пригласить на слушание, чтобы они что-то рассказали по этому поводу, говорили о том, что это вот изнутри ситуация. Я говорю, надо менять, вот мы для этого это и делаем. Они говорят, ну погодите, бизнес не хочет, чтобы так было. То есть бизнес не хочет, и бизнес лоббировал интересы для того, чтобы замедлить эту ситуацию. Я думаю, что с переменой отчасти власти это происходит сегодня, или с актуальности вопроса, много разных факторов. Но уже прекрасно, что это происходит, и это становится реальностью. Из какого-то смутного будущего начинает реализовываться настоящее. Да, пожалуйста, Толя. У меня просто маленький вопрос. В первом часе обсуждения обсуждали вывески, какие должны быть с подложками, без подложки. Мне видится, что тут не должно быть ничего обсуждения, никаких подложек в городе, на территории города не должно быть, чтобы фасад домов был открытый и чистый, чтобы ничто его не закрывало. Ни на старых, ни на новых зданиях. То есть объёмная буква, никаких подложек, никаких баннеров в городе вообще быть не должно. Это даже в принципе не обсуждается, потому что архитектура города, если будет перекрываться вывесками, это всё будет порчить. Никакие регламенты, размеры букв и всё прочее это не спасёт. Фасад должен быть чистым. А буквы, они только подчёркивают, будут подчёркивать, они не будут закрывать, и это будет красиво и прекрасно. Слово архитектору. Вот с того момента, когда мы начали работать как раз по работе студии Артемия Лебедева, он тогда тоже использовал подложки. Прошло вот уже года три, два с половиной. И сейчас я полностью согласна, что подложек делать нельзя. Тогда мы пытались ещё апеллировать к световым каким-то коробам, подсветкам. Нет, не надо, действительно, буквы должны быть без подложки, и они должны быть, может быть, на несколько тонов отличаться от основного фасада здания. Ну вот по яркости здесь тоже мы говорили, может быть, где-то и можно применять другой цвет, но лучше всего, чтобы они были в том здании, отличаясь от него более насыщенным цветом. Вывески должны подчёркивать просто то здание, а не наоборот. Ну смотрите, Анатолий мне прислал материал утром, я не успела выложить на сайте eho.ru. Сегодня это я сделаю в разделе «Городское эхо» на сайте eho.ru. Описание, которое Толя нам дал, что такое дизайн-код, и фотографии, как было, как стало с его применением, там сегодня будут. Так я вам вот что хочу сказать, что действительно там вот этот вопрос бизнеса, который, говорит, нас не будет видно, в итоге нас там не заметят, это не так, потому что выглядят эти офисы и магазины выглядят лучше с новыми вывесками, они абсолютно чётко бросаются в глаз. Но я вот хочу, коллеги, сказать, что в новых микрорайонах Москвы, всё-таки на новых зданиях я вижу, что есть вывески с подложкой тоже. Просто 50 сантиметров, вот 50 сантиметров, это очень маленький такой тон, но эта подложка, она соответствует тональности здания, да, она просто выпячивает чуть-чуть буквы, она не бросается так сильно на глаза, просто это не метр, не полтора метра вывеска, всё 50 сантиметров. На новых зданиях, то есть там сразу, соответственно, при постройке уже учиться при разработке фасадов. Вот когда архитекторы строительной компании там моделируют это здание, они уже закладывают вот этот дизайн-код в соответствии с правилами города и в соответствии с тем, как должно выглядеть здание. Я не знаю, есть ли у нас сейчас такое, сдают ли архитектурное решение при получении... Нет, конечно, архитектурное решение вносится, обсуждается на совет городостроительный и готовится точно так же архитектурная часть проекта, но на стадии разработки проекта ни одного застройщика я не видела, чтобы был пул арендаторов, который запланирован в первых этажах, чтобы он уже знал, какие вывески и где. Ну окей, там, ведь неважно, какой там пул арендаторов, если там есть уже помещения, запланированные для торговли и для офиса, а модель вывески он может уже на здании нарисовать. Нет, никто не предлагал такое решение. Мы предлагаем. Мы сейчас предлагаем это внести, мне кажется, что это абсолютно логично, там все новые здания уже проектировать. Вот о чем мы говорили, паспорт дома, да? Сразу с паспорта дома... У нас была реконструкция здания на перекрестке Павсоёзной и Карла Марса, торговый центр или бизнес-центр там какой-то находится. Ну помним эту историю, да. Там они прекрасно вписали сразу фасад здания. Мы говорим сейчас вообще о всех домах. Там даже слово аренда висит в окошке, она не отвлекает от вида здания, а кому надо, тот и увидит. Вот мы говорим сейчас о всех домах, которые вновь там планируются к строительству, ведь это совершенно несложно, это правило утвердить, что сразу должны быть вписаны вывески и все вот в это здание. Как это должно выглядеть? Тогда просто вопросов и у жителей не будет проблем, и у тех, кто арендует. Это наше такое предложение, мы вот сейчас вносим его. А можно я еще частный вопрос задам с отельными вениаминами? Мы все-таки живем в век высоких технологий, все больше у нас электронных каких-то вывесок появляется. Их тоже нужно регламентировать, на ваш взгляд? Светящиеся. Да, конечно. Светящаяся, там бегущая строка, вот эта всплывающая информация, потому что на меня лично это термоядерно очень действует. Ну вот по улице Ленина, когда мы прорабатывали, у нас вообще такого не было. Такой информации мы не предусматривали совершенно. Просто нужно учитывать, мы шагаем огромными шагами. Тут, кстати, бизнес очень быстро подстраивается. В Казани дизайн-код ввели в прошлом году. Подсветка, да. И там запретили баннеры, в том числе в дизайн-коде. Так в этом году на больших фасадах, которые без окон, повесили медиа-краны. И стало еще хуже. Вот я о том, что нужно учитывать. Я думаю, что они довольно быстро тоже правила пропишут и это все демонтируют. Ну вот да, тут кафе вот на углу буквально у нас популярное тоже все. Мне очень нравится, но вот тут недавно бегушку эту повесили. Я думаю, что это лишнее. Ну просто мы говорили о том, что контролеры приходят, а бац, там ничего нет. А тут тоже контролеры пришли, экран выключен. Ну вот смотрите, мы, оказывается, на отказание-то недалеко уходим. Вполне возможно, что уже в этом году, но в следующем году у нас появится дизайн-код. И вот появилась уже служба, которая контролирует это все, будет. И мы увидим, как первые улицы уже преображаются. Давайте мы сейчас послушаем, каковы результаты введения дизайн-кода в Ижевске. С нами на связи вчера был Сергей Ларионов, замначальника управления архитектуры города Ижевск. Володя его записывал. Давайте пару слов ставлю. Да, мы с Сергеем пообщались где-то минут 7-8. В результате я порезал аудио, получилось где-то 3-3 минут с небольшим. Но ты дополнишь, если будет вопрос. Да, если что-то будет непонятно, задавайте вопросы, надеюсь, поясню. Вот основные важные моменты я там как раз нарезал. Да, почему мы Ижевск взяли, потому что я вот уже в первом часе говорила, на урбанистическом форуме в Кирове 1, 23-24 числа, он пройдет, будет как раз секция по дизайн-коду. И там будет команда из Ижевска, которая разрабатывала, внедряла и контролирует исполнение дизайн-кода в Ижевске. Давайте Ижевск послушаем. Начнем с того, что готовилась почва около двух лет. Забирались залы, объяснялось бизнесу, что из себя будет представлять вот этот дизайн-код. Первый этап дизайн-кода – это требования к информационным конструкциям, вывескам по-простому. Второй этап – требования к фасадам. Третий – требования к благоустройству. И в настоящий момент мы вышли к реализации первого этапа. То есть приняли нормативный документ, который является приложением к правилам благоустройства города Ижевска, который обозначает требования к информационным конструкциям. Комплексный подход. Не только шрифт, не только цвет, но и типы рекламных конструкций. Информационные конструкции были разобраны на разные типы. Это, грубо говоря, зонная конструкция из отдельных букв и знаков, букв и знаков на подложке, световые конструкции и так далее. И для основных зон выделены конкретные типы и прописаны их параметры. Где и как можно какую конструкцию разместить с точки зрения типовой застройки Ижевска и с точки зрения исторической застройки Ижевска. Разработаны специальные схемы. Они объясняют наличие вот этих вот правильных, так скажем, мест для размещения информационной конструкции. Для того, чтобы она была в целом очень гармоничная и вписывалась в облик города. Есть такой документ, он у нас на сайте. Что было дальше? Весь цивилизованный бизнес, так скажем, он поддерживает целиком и полностью вот эту программу. Компании, которые серьезно стоят на рынке, они в принципе к этому давно сами пришли уже, да, и все их вывески, они вполне приличные. Есть негатив со стороны предпринимателей, которые вот все еще придерживаются такого базарного стиля, да, что если я самый яркий, я самый видный, то у меня, значит, будет больше прибыли, больше клиентов. В процентном соотношении все-таки больше тех, кто прислушался вот к этому дизайн-коду, либо все-таки больше вот таких еще базарных, как вы сказали? 50 на 50 разделилось мнение, но в целом все же понимают, что мы хотим жить в красивом городе, так и. Я скажу об одной проблеме. Муниципальная милиция должна выявлять нарушения и наказывать, так сказать, виновных. И размер штрафа, который они могли предъявить такому нарушителю, он составлял что-то около 1000 рублей. И, значит, мы вышли с инициативой, чтобы внести изменения в республиканский закон и поднять штраф для физлиц до 5000. Только штраф и без обязательства переделать рекламную конструкцию? Потом там еще какой-то процесс, вот этот процесс сейчас он разрабатывается. И, естественно, это же любая информационная конструкция, это чужая собственность. Естественно, только по решению суда мы можем организовать его демонтаж. Мы взяли пилотный отрезок улицы центральной, привлекли рекламные компании, которые разрабатывают развертку с учетом требований этого дизайн-кода и потребностей собственников. Далее мы эту развертку дома утверждаем, выкладываем на сайт, и это является инструкцией к дальнейшему действию для предпринимателей. Причем во время разработки мы уведомлением приглашаем каждого, и желающие приходят, высказываются, и мы находим какой-то компромисс иногда. Когда уже до последнего, до логического завершения это все должно прийти? Чтобы разработать вот этот муниципально-правовой акт и сделать необходимое исследование, мы заложили некоторую сумму в бюджет. Если нам ее депутаты утвердят, значит мы ее проторгуем в следующем году и займемся уже фасадами. Это более больная тема, это более дорогостоящая тема, поэтому говорить смело, что мы через год ее внедрим, я не могу. Кстати, по суммам можете поделиться? Давайте так скажем, до миллиона. Ну вот такая история. Такое общение. Сергей Ларионов, замначальника управления архитектуры города Ижевска. Ну вот видишь, как в Москве уже, если верить Макс Копылова, все гораздо категоричнее. Ну у них 13-й год это был, ну сколько можно терпеть? В 18-м они просто уже демонтируют и все. Ну в Москве тяжелее вести дела, там просто очень много, большой город. В Ижевске можно. В Москве отдельный субъект, часть законов написано так, что за исключением города Москвы и Санкт-Петербурга. А вот что касается штрафных санкций, мы, если хотим увеличить штраф, тоже должны выходить на уровень ОЗС и региональный закон меняется? Я думаю, что это закон об административной ответственности в Киевской области. Можно. То есть если будет принято решение, поймут, что народ как-то слабо реагирует, штрафы тоже, судя по всему, у нас небольшие сейчас, то можно выходить с вот этим предложением. Это могут делать депутаты, это может делать городские власти, это может делать общественная палата и законодательные инициативы выходить и вносить вот эти вот изменения. Штраф, на самом деле, у нас хороший, у нас до 500 тысяч на юрлицо. За вывеску? Да, за рекламу на заборах. За рекламу. За рекламу на заборах. Нет, 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 нет. Мы сейчас проводим как раз... Я Сергею еще попросил оценить и пояснить реакцию простых гаражан, жителей Ижевска на вот эти изменения. Он затруднился, честно говоря, и это не вошло. Я, говорит, не знаю, как это воспринимают обычные жители. Ну, на самом деле, они очень долго прорабатывали, они начали еще в мае 2016 года, там форум был. Потом я даже как-то зимой попал на обсуждение, у них ДК собирались как блюди, и они на эту тему дискутировали. То есть они очень-очень еще долго все проводили, а буквально дизайн-код он вводит только сейчас. То есть у них там в июне выкатилось... В карте-марте. Ну, это мудро. Как должно быть. А, вот смотрите, нас спрашивает слушатель, он спрашивает вот о чем. Сергей, занимается ли кто-то входными группами, чтобы они были единого дизайна? Ведь кроме вывески еще делают вот эти вот, да, панели вокруг дверей и прочее. Вот это вот что-то у нас входит? Света Татьяна. А, вот, кстати, можно ведь сказать, я в магазине уже говорила, да, которые завешаны баннерами всеми, еще и плитку такую вот эту вот, фасады делают в цвета вот такие большие, то есть вся входная группа, одна большая вывеска получается. А этот вопрос... Все, кто обращаются по административному регламенту, по муниципальной услуге за согласованием паспорта наружной отделки фасада, я вас уверяю, что мы с плиткой, с цветной или еще с какой-то не согласовываем такие паспорта, возвращаем, потому что у нас в регламенте есть требование, что все должно быть подчинено общему фасаду здания. Смотрите, у нас сейчас очень большой объем в этом смысле работ. Можно назвать смело компанию «Магнит», которая там, да, и пятерочка этим занималась, вот, большими окнами, да, «Магнит», вот, фасады плиткой любят вот это уделать. Здесь у нас на «Энгельсе» такая история, вот, пожалуйста, там, ну, много таких вот домов, где делается все сразу. Можно я вас перебью? С этим-то что делать? Уже сделано. Я с «Магнитом» просто работал, как раз именно с переделкой, да, всех фасадов. У «Магнита» есть брендбук, и там есть прекрасное решение, которое не портит фасад. Все вот эти инициативы, когда заделываются, там, все в единую, просто одной штукой, это, как бы, это история местных подрядчиков, которым так проще зашить, больше площадь, там, больше деньги, все прочее. Вот это сочетание, да, это именно с этим? Там брендбук «Магнита», там, 256 страниц, там идеальное есть решение для всех типов домов. Как и у «Пятерочки». В «Пятерочке» не работал. В каждом городе они действительно могут предлагать разные решения, но, видимо, из удешевления, вот в нашем городе они пошли в таком образе. Как вы думаете, если у нас принят, будет полностью дизайн-код компании быстро? Они быстро подстроятся, у них все это проработано. У них это все есть. Я вижу, что в разных городах по-разному входные группы у магазинов выглядят, и «Правда», и «Пятерка», и «Магнит», там, в Москве или в Казани выглядят по-другому. В «Центре» уж точно там. Да, у нас даже в Наринске смогли отстоять там фасад здания. Отстаивали. И мы зашили, и просто сделали надпись «Пятерочка». Его отстаивали, да, люди отстаивали. Ну, потому что набег культурного наследия у них получилась. Ну, вот смотрите, какая еще история. Вот сейчас буквально перед выходом на рекламу скажу. Чтобы всем было все понятно, есть сайт design-difiscode.izh, то есть jeffs.ru. И ссылку выложить вечером. Да, 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 я это и сделаю, это все, да, на сайте хокирова.ру выложу ссылку. Сделан сайт, где дизайн-код Ижевска полностью описан. И любой горожанин абсолютно может зайти посмотреть процесс разработки, скачать документы, обратную связь. Все-все-все, вот на кого он направлен, как с бизнесом работают. Вот все там есть на этом сайте. Мне кажется, что нам тоже надо будет такое сделать. В доступной, красивой форме, не в сухой, вот как мы обычно вывешиваем там документы, а именно вот в картинках, все, чтобы всем было понятно. И каждый человек знал, к чему мы стремимся, и реагировал на это соответствующим образом. Ну, потому что интернет, конечно, тоже определенный инструмент, и очень важный инструмент сейчас общения с горожанами. Прерваемся на полторы минуты. Татьяна Говорова, заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры, администрации Кирова. У нас в студии Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства галереи «Прогресса», член рабочей группы проекта «Киров меняется». Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров» и тоже. Анатолий член рабочей группы проекта «Киров меняется». Надо сказать, что вот, я не знаю, обратить внимание, что Дима сейчас, когда высказывался, как раз это самое и подтвердил, что город меняется, и это очевидно, да? Ну, это происходит, происходит, идет дело к практике. Вот что касается дизайн-кода, мы сейчас в перерыве поговорили с коллегами и поняли, что пока на самом деле решение в городе вот такого четкого не принято, да, на самом высоком уровне, что Кирову нужен дизайн-код, он будет разработан, будет разыгран конкурс, в такие-то сроки он начнет внедряться. Я вот как раз прослушал вот от начала до конца и хотел наем опыте. Я просто участвовал как раз в создании правил наружной рекламы. Это было года два назад, наверное, потом их одобрили не с первого раза, наша дума, и там как раз возникало несколько... И по поводу световых этих динамических вывесок тоже обсуждался. И там, по-моему, в регламенте они тоже указаны изначально. Нам очень важно, чтобы в этом проекте поддержала общественность. Очень простой способ, о котором и говорил как раз Аркен Кагаров и Свят Мирунов. Он говорит, сделайте улицы Ленина, люди увидят, насколько она стала другой, и они вас сами поддержат. И начните прямо с улицы Ленина, потому что это самая главная артерия нашего города. Если ее сделать, она будет красивой, все правила будут выполнены, люди сами поддержат, и не надо будет их убеждать. Сразу делать без обсуждения с общественностью? Нет, ну вот Татьяна же сказала, что правила уже есть. Правила? Много чего уже подготовлено, понял. Мы как раз перед началом с Андреем Герезом вспомнили, и губернатор тоже вспоминал про этот зеленый ковер, который висит на двухэтажном здании на повороте улиц Ленина-Новороска. Плохо внедряются правила, есть изменения, но неплохо внедряются. Если внедрить их в соответствие с правилами, которые уже одобрила Городская дума, и которые должны уже быть реализованы, люди увидят, она уже стала интереснее. Когда ее сделать полностью на 100%, люди поддержат сами. Люди верят делам, они не верят словам и убеждениям. Можно обсуждать сколько угодно. Да, важна практика, нужна реализация. Вот я говорю, что важно, что началась практика. И последнее как раз уточнение, нужно на это обратить внимание. Вот смотрите, обращаясь снова к сайту дизайн-кода Ижевска, они ведь тоже, смотрите, в марте у них прям есть этапы внедрения дизайн-кода. Март 2018 года, принятие пакета документов, входящих в дизайн-код на территории Ижевского. И июль 2018 года, введение дизайн-кода для зданий культурно-исторической зоны, она у нас обозначена, да, и вот улицы уже разработаны первые, это Воровского и Ленина, да, получается. 30 сентября 2018 года, введение дизайн-кода для остальных зданий центра Ижевска. И 30 июня 2019 года, через год, это введение дизайн-кода для остальной части Ижевска. Но мы-то знаем с вами, что вот действительно передовые компании, которые микрорайонами застраиваются, там, новые микрорайоны, они уже, да, вот в тренде, и они в соответствии с правилами действуют. Мы можем обратиться к таким микрорайонам. Есть как раз и тоже проблематика вот этого обсуждения правил новых, которые состояли, ну, два года назад для улицы Ленина, да, вы утверждали. Там, а кто же будет демонтировать? Вот на сегодняшний день как раз директор МОП городской рекламы озвучил, что есть уже организация, которая будет заниматься демонтажом, потому что как раз выступал директор МОП городской рекламы, Юлия Дойнишникова, да, ну, который был до Юлии, да. Он сказал, что а кто будет демонтировать? То есть полиция, она не включается в процесс. А мы не знаем. А Юля тоже не сказала, что контрольное вот это ведомство будет демонтировать? Ну, хотя идет обсуждение. Пока предписано. То есть, в смысле, вот хотя бы где-то на горизонте появилось некое, как бы, движение по созданию органа, которое непосредственно будет приходить писать письма и демонтировать рекламу. Организовать весь процесс. У нас же в этом месяце уже демонтировали незаконные баннеры, там 100 штук предписали демонтировать, да, и просто город объявил, как понимаю, аукцион на демонтаж и все, и заплатил какой-то денеж. За бюджетные деньги. Да, да, демонтируют. А, то вот опыт по рекламе уже есть вот такой. Вот прямо сейчас их демонтируют. Можно его, да, в принципе, экспорировать и на эту историю, на вывески вполне. Но раньше это была проблема, которая как раз озвучивала, что кто будет ее демонтировать? Ну да. Потому что иначе это будет как бы теннис. Бумага ушла, бумага пришла. Да, ну вот очевидно совершенно, что вопрос по дизайн-коду города обсуждать нужно, и к нему приходить нужно. И хорошо, что мы вот буквально по пятам следуем за ближайшими соседями, которые развиваются, потому что, ну вот когда, Толь, ты сказал, что Казань только в прошлом году приняла, я удивилась, думаю, боже, я даже заговорила по-татарски, мне гневится с акцентом, казанским немножко, мне кажется. Я удивилась, потому что думаю, ну, посмотрите-ка у нас за год-то сколько изменений, правда, в Кирове происходит. Ну вот еще раз, коллеги, кто нас слушает, горожане сейчас, слушатели нашей радиостанции, 23-24 числа урбанистический форум, программа в сентябре уже появится на сайте городской администрации, все партнеры этого форума обязательно вывесят баннеры, чтобы вы легко могли переходить с наших сайтов на эту программу и регистрироваться на этот форум, и там будет сессия по дизайн-коду, где можно будет и послушать, и подискутировать, и внести свои предложения какие-то, вот, собственно говоря, для всех, да, для каждого горожанина в Кирове. Ну, главное, отрезюмировать хотел свое, как бы, обозначение ситуации, то, что если сделать, ну, улицы Ленина, не надо никому, ну, большинство точно объясняет, зачем ее нужно делать, приводить в порядок. Не надо. То есть, мне кажется, большинству людей понятно, зачем нужно приводить в порядок улицы Ленина. Да. А вот смотрите, какая еще история, тоже обращаясь к Киркену Кагарову, все-таки меня это очень действительно волнует, это вот тот самый цветовой шум, о котором он говорил. Когда, я не зря про этот поросячий розовый вспомнила, в который выкрасили наш цвет в ядовито-желтый, в наш город, в этот цвет, центр исторический, последние два-три года, это история, два даже, не три, выкрашивали. Я тогда, кстати, у Ирины Васильевны Рубцовой спрашиваю, я говорю, Ирина Васильевна, как так получилось? Ну, не может быть, чтобы вы, там, да, архитектура, такие цвета разрешали, утверждали. Ну, это просто даже дети такими цветами не рисуют, потому что, ну, это просто ад какой-то. Как эта краска в город попала? Как она на фасадах оказалась? Ирина Васильевна мне тогда сказала, нет, конечно, нет. Есть у города свой бренд-бук, там цвета разработаны. Эти все цвета, поверьте, вот любой человек может посмотреть в архитектуре, они не только приемлемые, они очень красивые, они очень, вот если уж сравниваем, европейские, да. Как они тогда появились? Никто не знает, кто привез эту краску в город. Прямо сейчас на Комсомольской площади, первый дом, который от улицы, от Аккировского проспекта налево, он такой был бежево-сероватый, такой красивый, такой, с остальником мой мощный, его сейчас красят низ крас-розовый, вверх красный. Ужас! Ой, вверх ярко-желый. Когда она закончится, эта краска? Откуда она поступает в город? Я был там вчера, там, по поводу рекламы, там был спорный вопрос, и как раз общался с теми, кто занимается этим. Илья Вячеславович позвонил, сказал, что уберите этот ужас, и они будут перекрашивать. Краску? Да. Слава Богу. Да, могу подтвердить, это дома проходят по капремонту, и у них есть отделочная работа по фасаду. А, ремонт фасадов у них, ремонт фасадов. Но, к сожалению, паспорт наружной отделки фасадов, который я им несколько раз уже говорю, они с нами не согласовали. У них были написаны выборные колеры, и они сами, видимо, по своему разумению, лишали это. Кто назовет имя этого человека, который за два года Киров просто захламил этой безумной краской? Я уверена, что это один поставщик. Не может быть их несколько с одной этой краской. Мы прямо это имя пропечатаем большими буквами везде, не только в красивом Кирове. Мы будем говорить спасибо каждый день в эфире. Но мне кажется, что тут просто надо этого человека выявить и сказать ему большое спасибо, благодарность выписать. Я еще, Анатолий, хочу спросить по поводу практической части уже реализации, дизайн-кода, как это в городах делалось? Когда уже все принято? Когда ясно, как работать? Что? В первую очередь, к чему приступаем? Снимаем старые вывески? Нет, ну там сначала увешиваются правила, доводятся до всех. Нет, нет, мне уже когда интересует, когда реализация уже все, работа началась с объектом. Ну, насколько я понимаю, собираются все предприниматели, как бы доводятся все эти правила и дается какой-то временной отрезок как бы по демонтажу, по приведению в порядок. Я не знаю, какой срок был в Москве, в Казани, там это все сделали буквально за полгода. То есть они стали там с усолиться, мы солиться, там сейчас все эти красно-белые, пятерочки, все прочее, они просто стоят буквы и без моментов. Да они, кстати, могут... Я был в том году в августе, там было симпатично, был все равно бардак визуально. В этом году в мае приехал, все. Вот, кстати говоря, они могли бы стать... Восемь месяцев. Эти магазины, и пятерочка, и магнит, и красное-белое, и брестоль завешанный, вот наши... И глобус. Ну, кстати, преображаются магазины глобусовские, да? Да, преображаются. Очень серьезно. С Паской хорошую сталинку сделали плиткой туалетной буквально в прошлом месяце. Это вот здесь вот, да? Но вот плитка это вопрос, потому что... Перекраска к Паске Ленина? Вот Паска Королевнехта. С вывесками красиво, с открытыми окнами красиво. Там напротив, где Толсорофест, ремонтируют фасад старый. Согласна. А просто никто на эту плитку, Толь... Вот мы о ней столько говорим, она уже никому не нравится абсолютно. Только вот чиновники говорят, да как хорошо-то вам фасад сделали плиткой голубенькой. Чего вы, я не знаю, прямо. Посмотрите, какой цвет полета, да? Ну вот все горожане говорят, плохо, не нужно. Уже даже на дачах никто это не применяет. Нет, город плиткой делают. Просто на это еще внимания не обращали, Толь, мне кажется, вот такого, да? А делать надо, делать надо. Так вот магазины, они как раз могут стать трендмейкерами. Их проще всего собрать, их масса просто. А это разве не часть дизайн-кода, собственно? Я просто тебе говорю, что... Внешняя отделка, собственно, помещение. Нет, смотри, ты про что говоришь? Ты говоришь, с чего начать? Вот чтобы люди... Вот разработаны правила, они вывешены. Надо собрать. Вот проще всего, на мой взгляд, если бы меня спросили, сразу собрать сети, да, их всего ничего, а магазинов очень много. И все сети могут, имеют ресурс это сделать. Есть палата, есть департаментное предпринимательство в городе, и они всех знают. И они сразу покажут пример. Сразу. Вот как тогда сети изменят свои фасады, изменят свои вывески и входные группы. Стальные подтянутся. Безусловно. Безусловно. Там записи собирают 130, 150, 200 лайков. Где вот, ну, как бы, вот, современная плитка, там, ну, дай бог, там, 5-6 лайков. То есть и негатив в комментариях. То есть у населения запрос есть. Да, безусловно. Безусловно. Уже никто не защищает сделать их хоть как-нибудь, лишь бы не было облупо принудительной. Да, практически их нет. У нас остается одна минута до завершения программы. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к урбанистическому форуму. И от каждого вас по одной фразе в адрес наших горожан. Почему туда нужно прийти? Дима, давай. Ну, если мы хотим жить в городе, который нам нравится, нужно прийти. На урбанистический форум. На урбанистический форум. Ну, я думаю, что у каждого есть мнение, как должен город выглядеть. И если он хочет, чтобы это было мнение услышанным, надо прийти и сказать его. Ну, и послушать, в принципе, лучшие практики соседних регионов. Да, Татьяна. Я надеюсь, что наш форум будет служить отчасти образовательным таким проектом и популяризатором правильного благоустройства общественных территорий. И позволит гражданам увидеть, какое бывает соучаствующее проектирование именно горожан. А сессия такая, кстати, у нас там будет по соучаствующим проектированию. Да, от проектной группы 8. Совершенно верно. Я бы только хотела сказать, что форум – это место, где можно высказаться, быть услышанным. Но самое важное еще – услышать других, да. Услышать других, лучшие практики, над ними подумать. И применять в Кирове только самое хорошее, только самое лучшее, чтобы потом не приходилось горькие ошибки исправлять. Это была программа «Урбан». Благодарим наших гостей. Татьяна Говорова, Дмитрий Шиляев, Анатолий Курбатов. С вами были Светлана Занько и Владимир Сметанин. Добрый день, всего хорошего. До свидания.